Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы снимаем интересное видео, очень познавательное, поэтому не выключай. Сегодня я покажу, как можно, не скручивая пробег, остановить его. Смотрите, есть фирма, которая продает фильтры, которые устанавливаются сюда. Я не верил, что такое возможно. И сегодня мы вместе с вами разберем, как это все делается, как это происходит, и как вы можете купить автомобиль не со скрученным пробегом, а с остановленным пробегом. Советую досмотреть до конца. Сделай это все на своем автомобиле, на свой страх и риск. Не советую повторять, я не знаю, что с ним будет. И, возможно, мы даже не уедем отсюда. Но видел много видео, как люди устанавливают, делать я сначала не поверил, думал, нет, не может быть. Я отдал за этот прибор денег, который я могу вернуть. У нас в Германии мы можем вернуть товар в течение 14 дней. Поэтому он у меня сегодня пришел. Мы сейчас его и поставим, проверим вместе с вами. Ну и завтра я его отправлю обратно, потому что я не пользуюсь такими приборами. Прошу вас в автомобиль, расскажу немного истории. Как здесь все происходит вообще в любом BMW или в любом автомобиле. Итак, давайте я объясню, как действует автомобиль, как скручивает пробег. У меня есть программа, которая проверяет BMW. Которая проверяет BMW на скрученный пробег. Или эта же программа, если у вас есть дополнительное оборудование, можно скрутить пробег. Для этого программа заходит, когда ты считываешь ее, делаешь тест автомобиля, он заходит в каждый блок управления и смотрит, какой пробег там был. И когда ты скручиваешь пробег, тебе нужно его в каждом блоке управления откорректировать. Смотрите, у нас, когда ты читаешь, когда я читаю BMW, у меня показывает четкий пробег. То есть я сейчас подключил к нему, прочитал, прошло минут 10, наверное, 5-10. Пробег у меня сейчас на спинометре 155-246. То есть мы видим здесь V-номер, сколько пробега сейчас на автомобиле и весь список, какой пробег. Вот в этих блоках управления, это давление в шинах и камеры заднего вида, там показывают всегда сумасшедший пробег. Миллион пятьсот, два миллиона может показать. Я не обращаю на эти блоки управления внимания, потому что я проверял даже машину, у которой было 7 тысяч километров. У нее было два месяца с первой регистрации и там уже показывало 80 тысяч пробега. То есть эти блоки управления, у них, видать, читается совершенно по-другому. И он показывает какой-то бешеный пробег невероятный. То есть здесь у меня здесь, а у меня здесь вот написано 100, нет, миллион двести восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят шесть. То есть невозможно наездить на автомобиле такой пробег. Что делают дилеры, да, что делают люди для того, чтобы скрутить пробег? Они едут к мастеру, вытаскивают панель, там, блоки управления, с них считывают, убирают все с них. А потом корректируют также пробег во всех блоках управления, чтобы он показывал везде одинаково, да, либо показывал меньше. Вот, если у человека, который скручивает пробег, кривые руки, он делает это как попало, там, накрутил, сделал, сделал меньше, главное, чтобы не было. И тогда у вас вот эти вот блоки управления скачут. У вас будет не везде одинаково сто пятьдесят пять, там, двести сорок шесть, двести сорок восемь, двести сорок семь, да, а будет там пробег в сто двадцать восемьдесят, семьдесят. То есть пробег будет прыгать. Пришел вот такой вот незначительная такая коробочка невзрачная. Я сначала не думал, что вообще что-то придет, потому что, короче, я сайт скину, реально, реально продают. И реально легально продавать. Оказалось. Вот такая грунта. Оказалось, продают русскоговорящие люди. Продавать вообще, то есть я думаю, ну как можно, можно ли продавать вообще вот это в Германии? То есть ты же, это получается манипуляция с Тахо, правильно? И думаю, как же можно? Но в Германии есть закон. Ты можешь купить себе ангельские глазки на Е-60. Ты можешь их купить, ты можешь их поставить. Но ездить на дороге, ты не имеешь права общего пользования, потому что это запрещено. Ты можешь купить красивые диски двадцатьсторые, поставить себе на машину, которые будут задевать за твои крылья. Ты можешь это делать, но ты не имеешь права ездить на дорогах общего пользования. Тебя это оштрафует. Запрещено законом. Так же и с этой ерундой. На сайте четко написано, что вы не имеете права использовать его на дорогах общего пользования. Поэтому я сейчас сделаю это все на свой страх и риск. Но я хочу показать новый вид манипуляций, чтобы вы понимали, когда вы покупаете себе автомобиль, смотрите глазами. Если ты приходишь к автомобилю, ты видишь, что у него руль затерт, ты видишь, что у него сидения просажены, ты видишь, что у него просто он не подходит к этому пробегу. Закрывай и уходи от машины. Не важно, что тебе показывает этот прибор. Потому что для этого хорошо, для BMW есть, для рейндж-ровера есть. Можно косвенные там брать часы в блоках управления фар, аирбэгов, часы работы там, моторы и всего остального. Но это все косвенное. Ты не можешь сказать 100% скручен пробег или нет. У меня большой опыт. Я, когда вижу машину, я уже так скручен, не скручен. Я уже так определяю, в принципе, по глазу. Ну и тоже сложно, потому что есть человек, который проездил на машине 140 тысяч, у меня email был. Она в идеале, она выглядит на 80, на 60, она прямо вот в идеале. А иногда ты подходишь к машине 80 тысяч, и ты смотришь на нее, е-мое, кто тут ездил? Все забито, дырки в полу, здесь все забито, руль потертый. А заходишь в блоки управления, ничего не находишь. Вот этот прибор, ты вставляешь его, ну, как здесь вот показано, что нужно снять нам сейчас панель. Я знаю, как это делать, потому что я уже проверял автомобили. И у меня всегда в автомобиле есть для BMW такие два крючка, они лежат у меня сзади. Для того, чтобы, когда я приехал на осмотр, у меня есть сомнения, я могу сделать следующую манипуляцию с автомобилем. То есть мы сейчас запомнили, да, какой у нас пробег был? 155, 246. И понимаете, чем я рискую? То есть на данный момент, когда я буду продавать этот автомобиль, мне нужно будет клиенту сказать, что мы снимали данное видео, и у этого автомобиля на 100 километров больше, чем показывает Таху. То есть у этого автомобиля манипулированы километры. И мне это нужно будет прописать в договоре, чтобы на меня не подали суд. Короче, бюрократия конкретная. Но тем видео я хочу показать вам, что вы должны быть крайне внимательны. Эти фильтры есть не только на BMW. Так как у меня нет Volkswagen, так как у меня нет Porsche, как у меня нет, что там еще, Audi. У меня есть BMW рабочий, я взял его для BMW, и поэтому я сейчас его сюда поставлю. На мой страх, я не знаю, что будет, может быть, Таху сломается, может быть, еще что-то с ним будет, но я сейчас это проверю. Проверю и посмотрим, как это работает. Мне самому интересно, потому что опыт для меня, опыт для вас, для моих подписчиков. Мы будем знать, как это все работает, и чтобы когда мы пошли смотреть автомобиль, да, тот же самый BMW, семерку, восьмерку, десятку, неважно, там, какой BMW, десятку, говорю. Есть BMW 10? Заговорился. Чтобы мы вместе с вами понимали, как это работает, и как это возможно сделать. Я уже это делал на нескольких моделях, но я делал ключами. Знаете, как, когда приезжал, я их купил специально, потому что, когда приезжаешь на BMW, у тебя есть подозрение, что скрученный пробег, я делал это следующим. У меня есть ключ от BMW, я делал это следующим образом. Вытаскивал один, вытаскивал со второго ключа. И вот таким вот образом, вот здесь, вот здесь, я как-то пытался, ну, это, конечно, колхозно все, но теперь у меня есть вот такие штуки, я просто делаю вот так. Вот они такие крючки. Ну, их снимать можно, можно снимать как BMW, так и Mercedes. Mercedes, по-моему, второй, если я не ошибаюсь, или третий. Раз, вот здесь цепляешь. Первый раз, открываю вот здесь. А помнишь, там был... Здравствуйте, тут пробег 300. А, было, да, в интернете где-то, да? Слышишь? Смотрите еще, ребят, когда... Ну, то есть, я не думаю, что вам будут разрешать вот это делать в автосалоне, когда вы придете, да, но когда вы едете на тест-драфе, надеюсь, вы ездите одни, можно посмотреть так же, да, аккуратно снимаешь и смотришь на пыль. Вот я сейчас здесь схватился, да, пальцами вот здесь, вот здесь и вот здесь. То есть, ты можешь посмотреть на пыль, лазил здесь кто-нибудь или нет. Ага, вытаскиваем фишку. Вот фишка. Бош. Эту фишку. А-а-а, да, вроде она. Дергаем ее вверх. Видишь бы ничего не сломало я сейчас тут. Может, это больше нет? Вытащили? Окей. Блин, не перепутаешь. А тут стрелочка есть. Уже не перепутаешь. Здесь должна быть красная полоска. Вот она, красная полоска мы видим. Ну, с Богом. Я надеюсь, ничего сейчас не ломанет, ничего не взорвется. Снимаешь, вставляю. Угу. Правильно, красная, да. Окей, дальше что? Остался у нас только. Ну, по логике вставить его обратно, правильно? А, ну, по-моему, ну, что мы там делаем, как есть по стрелочке. По-другому здесь никак не вставишь, да. Вот так вот вставляется. И все? Держится? Держится. Короче, вот вроде бы и все. Вот такая вот конструкция. Вставляю обратно. И надеюсь, сейчас ничего не бахнет. Что-то произошло. Я просто делаю и представляю, что это может быть стоить вообще под штуку евро сейчас это все. Пробег сбросился по нулям. Управление через кнопки на руле, мод, левая сторона, поворотник, кнопка B, C. Все? И что дальше? Вот инструкция эксплуатации. 200 евро, 195 или 198, что-то такое. Но есть замечательная система PayPal, по которой мы это все можем спокойно вернуть. Но пока все работает. Заведем. Сервис через 6000. Окей. Надо ехать, тестировать. Что у нас тут? Есть какие-то ошибки? Давайте еще раз проверим. Видел сразу 6 ошибок управления КПП. Их не было. 6 ошибок в коробке передач. Система доступа в автомобиль. Три ошибки. Моторе как ни было, так и нет. Поедем, съездим в Аугсбург. Это примерно 40-50 километров. Я думаю, будет где-то около 100 километров. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы проверить. У меня пробег идет. Да, мы проехали 300 метров. Он же не должен идти. Он не должен идти. Я, может быть, нажал несколько раз. Я же тут нажимал. Еще раз нажимаем, смотрим. Показал левым поворотником два раза. 155-246. Он сейчас мне показывает здесь пробег. Да, то есть они одинаково. Здесь и здесь. Пробег у нас не крутится. Хотя мы едем, да? Мы же видим. 0,3, как он у нас застыл, так он и оставил. То есть, по сути, мы сейчас можем съездить в Берлин и обратно. А пробег у нас останется 155-246. Мы проехали примерно 10, может быть, 15 километров. Пробег не бежит вместе с нами. Он остановлен. Я в тихом шоке. Пока все работает. Вроде и все там приборы, и все остальное, все работает. Есть. Там поман тоже работает. Я смотрел один раз X5 50D. И когда подключаешься к блоковому управлению, все вот эти... Вот оно, в принципе, видео. Проверка BMW X5 50D. В кузове E70 пробег 225 тысяч. По блоковому управлению у нас показывает 330. Также в раздаточной коробке передач. Вот она раздатка. 229 тысяч 855. И также по блоковому управлению мы видим расход. Ход вот 163, 140. Это сразу 1400 вот здесь. То есть это сразу признак на то, что пробег у него был скручен. Машина приехала из Бельгии. Поздравляем любителей экстрима покупать автомобили не из Германии, а из других стран Европы. Замешаны ли продавцы в этом или нет, я не могу сказать. Мне сложно сказать или обвинять кого-то, что продавец, например, скручивал пробег. Когда я показал данному продавцу о том, что мы обнаружили у него пробег, он был удивлен. Он сказал, что я не знаю, я купил эту машину в Бельгии. Машина как пришла, я ее только помыл, почистил и продаю. То есть, в принципе, продавцы не проверяют сами машины. И скручивал ли он пробег или скручивал кто-то до него, вообще мне сложно сказать. Дальше тестируем, смотрим. Пока все работает, у меня никаких ошибок по машине нет. Все работает, все чисто, здесь тоже ничего не высвечивается. Ну, то есть машина работает как должна. Как должна. Короче, мы проехали ровно 120 километров. Опять 6 ошибок в блоке КПП. У нас пробег по блоку управления 155-248, а там 255-246. То есть у нас пробег не крутился. Теперь он встал. То есть у нас было в коробке немножко разница, да? Там 243-246 было. А сейчас ровно 248 везде. А здесь по GPS 155-349. То есть GPS уже не прокатит. Ну, а это если он стоит у тебя GPS, это твой GPS. Ты знаешь по нему. Ну, ты же, когда ты машину продаешь, она у тебя остается. А то ты стираешь программу, и ты как бы не видишь, какой у тебя пробег. Да, ровно везде. Во всех блоках. 248-248, вот видишь. Во всех блоках показывает то же самое. Но ошибок куча стала. Ну, практически, ну, машина получилась плюс 3,5 часа. Просто машина стояла и работала. Никуда не ехала, по сути. Слушай, а что у нас с расходом в таком случае? 29,5 литров. В смысле? Ну, у нас расход 29. У тебя же, у тебя машина 3 часа работала? 3,5 часа работала, правильно? Да. А километры не крутились. То есть расход у тебя 29,5 литров. Но он в реале же не 29. Ну, в реале не 29, конечно. Это просто он же считает, да, сколько ты проехал, да, и сколько времени машина проработала. То есть, ну, он чисто не соображает, что с ним происходит. А километры не бегут. Средняя скорость 45 километров в час у нас была. 29,5 литров, 30 литров на 100. Ну, это так, чисто по этим, по параметрам. То есть машина-то чувствует, что она работает, у нее двигатель-то работает, она стоит, получается, да. А километры не идут. То есть он, получается, с колес глушит сигнал на панель, а панель уже не передает на все блоки управления дальше. И пробег остается такой, какой есть. Еще раз повторю, поделись со своими друзьями во всех соцсетях. Это важно. Спаси своего друга от такого обмана. Доброе утро, уважаемые друзья. Сегодня мы включили наш Тахо, и он крутит. Пробег идет. Мы сейчас едем на осмотр. Нам нужно туда 40 километров, 40 километров обратно. И тогда после этого подключим диагностику, и еще раз посмотрим, что показывают блоки управления. Ну, и уже вынесем резюме по этому фильтру. Кстати, это противозаконно, да, ездить с таким фильтром. Хотя здесь, если вот меня остановит полиция, да, то есть прикопаться, в принципе, ни к чему. Они же не будут панель снимать и смотреть, что за панель, правильно? Ну, по сути, кому она надо? Какого полицейского вообще в голову придет, что там стоит фильтр? Вот если у меня стоит громкий глушитель, диски, какой-то обвес на автомобиле, тогда она бросается в глаза, и тогда могут остановить и предъявить. Даже могут машину забрать на проверку. У нас тут хитрая система. Пробег здесь 155-339, там 155-337. А в блоках управления у нас остался пробег 155-248. Вот как мы поставили фильтр, так он там и застрял. То есть получается, он с садометра прибор сам читает, потом идет по блокам управления, каждый проходит и смотрит, сколько у него последний сохраненный пробег. И последний сохраненный пробег у него 155-248. То есть при том пробеге, как мы его поставили. И мы проехали примерно 10 километров. И сейчас 91, сегодня и вчера 120. То есть в блоках управления застрял тот пробег, который был вчера. Это мы сегодня проехали, да. Он был включен, все правильно, да. То есть вчера мы его выключили, проехали 120 километров, он не работал при пробеге 155-248. Сегодня я хотел посмотреть, как будет показывать диагностика. А диагностика у нас получается, одометр показывает тот пробег, который здесь. Но пробег, который сохранился во всех блоках управления, то есть получается, блоки управления не видят, что здесь происходит. То есть он просто заблокировал его кнопкой MODE и BC, когда ты включаешь. Левый показал, сейчас мы выключили пробег, он не крутится. А что, вот второй раз. Направо, когда он крутится. Вот такая вот фишка. Причем здесь не видно, что пробег что-то делает. То есть он ровненько, как положено, идет. То есть определить, наверное, будет даже очень сложно. Только по состоянию автомобиля. Поэтому, друзья мои, глазки открываем, смотрим, как состояние автомобиля. Подходит ли он к этому пробегу или нет. Если он сильно затертый, там аварии были, там крашен, там битый. Будь осторожным просто и все. Есть такая фишка, которой можно останавливать пробег. Ты не должен его скручивать, ты его просто останавливаешь. Зачем крутить его? А если я его вытащу, подключу диагностику заново и проверю заново, будет ли он показывать тот же пробег, который здесь. То есть у нас остался 248, правильно? А, ну вот, смотрите, о чем я говорил в видео, в начале видео, когда человек открывает вот эту панель, да, все равно. То есть аккуратно у тебя не получится. Я максимально аккуратно пытался сделать, и все равно видно следы, как я трогал панель, да, вот она здесь сколько? Машина 12-го года, она здесь 6 лет, да, и все равно есть пыли. Вот это, видите, да, то есть здесь я уже пальцами все равно какие-то что-то трогал, что-то задевал. Потом вот здесь вот, видите, вот эта вот полосочка. У меня было видео, даже я оставлю его в описании, я смотрел BMW 520-ю, и я не верил в пробегу. То есть я смотрю на машину, ну не может быть здесь такой пробег. Ну не может быть. Открыл бардачок, увидел в бардачке итальянские документы. Ну там что-то на итальянском было. То ли они колеса меняли в Италии, то ли что. Я опять же, у меня такие сомнения. Я взял вот этими двумя ключами, как я показывал, да, открыл панель, и вот здесь вот в этих местах, вот, да, то есть вот здесь вот это вот, чтобы открыть панель, я нужно вот это место поднять, вот это открутить, опять же поднять. И здесь были, вот видно было, как отвертка сюда втыкали, да, вот здесь все поцарапано было, они открывали снутри, снаружи. То есть я просто открыл панель, смотрю, отвертка здесь, отвертка здесь. Открывали неаккуратно, царапали, поэтому было 100% понятно, что пробег крутили. А по блокам управления все чисто Красиво, по истории все чистенько Приезжал каждый 30 на БМВ Все делал, ТО, все нормально Но Профессионалами Не обманешь Себя не похвалишь, никто не похвалит Все от именина Мы эксперимент провели Удачно И возвращаем все в завод И опять он что-то там Загудел В принципе, да, процедура-то не сложная Смотрите Все, вуаля, стоит на месте Включаем зажигание Опять подключаем диагностику Теперь смотрим У нас показывает везде пробег 155, 330, 337, 248 Система доступа в автомобиль Осталось 248 Мне интересно будет, если я сейчас поезжу Он со временем считает Вот этот вот пробег Или нет Или останется этот 248, 337, 337 Но пока у нас по всем блокам управления Все блоки управления Опять же взяли пробег с ТАХу А многие спрашивают Денис, а почему ты Когда ты видишь скрученный пробег Ты не жалуешься на них Для того, чтобы пожаловаться на человека Мне нужно этот автомобиль купить Потом подать на него в суд Сделать для него этот протокол осмотра Мне нужно потом Что там еще Сделать ГУТАХ Ну и протокол получается Официально все Чтобы подтвердили Там зачем все это сделать Платить адвоката Платить суд И через суд Это все делать А максимум Что я могу сделать Это мне вернут машину Его накажут Ой, мне вернут деньги Его накажут А мне это зачем Я бы свое дело сделал Я приехал По факту увидел автомобиль Увидел скрученный пробег Предупредил человека Что этот автомобиль Брать не стоит Все Почему мы должны Вот даже представь Ты сидишь там где-то В Украине, России Не знаю Не важно в какой стране Говоришь кому-то Поедь посмотреть Смотри А потом говоришь Давай его накажем Тебе человек скажет Давай накажем Давай будем Платить адвоката Давай будем платить суд Давай будем платить переводчика Переводчик же нужен Правильно? Чтобы они С русского языка Перевели на немецкий И потом подали на него В суд Это все через адвоката Это довольно дорогостоящий процесс Лучше купить себе Другую машину И все Меньше нервов Денег потратишь Вот если ты купил Уже такой автомобиль И экспортировал В другие страны Не страны Евросоюза Ну тогда извини Машину Как увидел Так купил Когда продается автомобиль На экспорт Гарантий По закону Никаких Абсолютно И поэтому дилеры любят Сладкое слово Экспорт Продал И забыл И не важно Что там с ним Он до границы Заехал Уехал Экспортная декларация Закрылась До свидания Больше ничего Не добьешься По закону Так есть Короче У нас по факту Везде сохранился Пробег 155-337 Практически В 90% Блоков управления Так же Как и на панели Вот здесь Видим Видим Сео Вот так И только В двух блоках управления Остался Тот пробег Который мы Зафиксировали Вчера Вот этот прибор Останавливает Вашем автомобиле Пробег Вроде Да Но что было Сложного Придумать Кабель Вот Все Ничего Сложно F Видишь Прописали F-модель Причем Продают Официально Понимаешь То есть У них Зарегистрировано Частное Предпринимательство И фирма Которая Не платит Налоги Сайты Продажи Нет У них Сайт Есть Ты заходишь На сайт И можешь Оплатить Да В Германии У них Есть официальный Адрес Все Видел Audi SQ7 SQ7 Ж Ну Может быть SQ7 Ну А что Порочится Смотри Панельку Снял Панельку Снял Я же Не думаю Что ты Будешь Так ездить Даже Лайк Поставил Видишь А тут Смотри Lamborghini Huracan Porsche Cayenne Третий Тип Cayenne Второй Тип Porsche Macan Panamera VAC Просто VAC На все Даже Ты посмотри На Porsche 911 Хорошо Она в цене Не так падает Да Но когда у тебя Пробег Там 50 тысяч А не 100 То машина Продается Намного Лучше А Lamborghini Huracan Ах На Huracan Стоит 350 Извините Уважаемые На Huracan Будет Подороже И Причем Это ж Нужно было Зарегистрировать Онлайн Шоп То есть Германия Не просто Так Зарегистрировать Онлайн Шоп Чтобы Продавать Ты его Регистрируешь Ты их Продаешь У тебя Какие-то Гарантии Должны Все Он все Прочитал У меня Куча ошибок По машине Теперь И Все Этим Видео Я Сделал Свою машину Со скрученным Пробегом Ну Реально Так Получается По факту У нее На 200 Км Меньше Теперь Хотя Эта Хрень Ты узнаешь 200 Км Больше 200 Меньше Поставь Сюда Другие Колеса Поменьше Или Побольше Вот тебе За 155 Тысяч Точно Будет Меньше 200 Км Короче Вот Такая Хрень Везде Пробег Раз Два Блока управления В котором Остался Три Блока управления В котором Остался Вчерашний Пробег Жизнь Такая Штука Будьте Осторожнее Все Тем Я хотел Сказать Короче Эта Штука Работает Еще Официально Продается Я Два Дня Ездил Нелегалом По дорогам А Это Штраф За Это Штраф За Это Наказывают Так Как Ездить Началось На Двадцатых Дисках Без Без Вписания В документы Все На этом Наверное Все Я все Сказал У меня Слов Больше Нет Звадцатого Дисках Субтитры сделал DimaTorzok